здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил добро пожаловать на наш канал хочу я сегодня начать наш обзор из такого кулончика утенок видите он пошагал к водичке чтобы искупаться смотрите у него клювик крылышко хвостик и лапки имеет золотой тон и глазик вот и обратная сторона обратная сторона имеет тоже золотой тон весь клейма я не вижу вот только крепление для кулончика прелестный утенок в хорошем состоянии кулончика следующее дорогие друзья у нас зажим для галстука вы посмотрите это основа имеет овальную форму выполнено оно из фарфора и прелестный букетик цветов мы можем увидеть такая вот идет крапаны так скажем вокруг и с обратной стороны мы видим прищепочку такой зажим имеется даже номер патента симпатичный зажим для галстука следующий дорогие друзья хочу вам показать пин он необычный не такие видите разноцветные кабошон чеки вот ее вид с обратной стороны имеется ведь какая массивная игла и корона а вот то что на игле дорогие друзья написано я увидел только сейчас маркировка я даже не могу понять что на нем написано но интересно так я дорогие друзья не мог разобрать что же здесь написано клеймо какой имеется на иголочке то ли мане то ли не мане ну вроде маны корону не ставили ладно к сожалению не могу понять но это не страшно хочу продолжить дорогие друзья из бус это у нас камешки забыл как они называются а аметист а под дорогие друзья под аметист стекло что это это так такой у них видите замочек завинчивающийся да так идут у нас видите каждая стеклышко имеет между стеклышками такой шарик в общем-то симпатичные бусики следующее дорогие друзья хочу показать цветочек брошь цветочек посмотрите 4 крупных листочка а в серединочке маленький цветок такой четырехлистник прям у нас тут получился эту брошь мы мыли это она уже потертости у нее от старости да она у нас брошечка старушечка так скажем вот и вид с обратной стороны вот брошь цветочек следующая дорогие друзья брошь тоже я уверен даже что она очень старенькая весь кабошон у него ведь облупился но какая красивая оправа с листочками и эти листочки обратите внимание удерживают этот кабошон вот ее вид с обратной стороны иголочка видите имеет такой крючок вполне возможно что очень может идти кварный даже брошь следующая у нас брошь дорогие друзья можно так назвать фантазийный я уж подумал может это и муха и бабочка и листочек и цветочек что как ему нравится тут можно так и назвать оправа имеет серебряный тон и кристаллики светлые кристаллики вот обратная сторона маркировки я не вижу тем не менее брошь очень красивая следующая дорогие друзья брошь можно назвать и цветочек и снежинка вы посмотрите у нее оправа как проволочная а как переливаются кристаллики вот и обратная сторона клейма на ней нет просто идет такое углубление вот такая брошь вот такая брошь ну красавица посмотрите какая яркая кристаллы каплевидные маленькие разные все светятся ой простите все переливается все падает и вот и обратная сторона ну видно дорогие друзья по обратной стороне что брошь конечно же винтажная интересная пайка очень как же она действительно по всей видимости вот так она носится прекрасная брошь следующие дорогие друзья клипсы сейчас я их открою и вот так они у нас смотрятся на ушки вы посмотрите мне она напомнила прям огонь костер прелестная работа и вот и обратная сторона их вы посмотрите даже есть заглушечки подушечки чтобы не было больно мочки ухо маркировки на них нет прекрасно клипсы хотел только дорогие друзья добавить вы посмотрите какой перелив цвета какая гармония серебряного тона и золотого прелесть прелесть следующая брошь дорогие друзья бабочка вы посмотрите как крылышки сделаны красиво эмаль разных цветов а тельце вся фрусталиках кристалликах глазки усики прелестная работа очаровательная бабочка брошь с обратной стороны имеет у нас основа золотой тон маркировки на ней не видно а сейчас дорогие друзья я хочу вам показать брошь очень необычную видите дорогие друзья это цветок розы брошь относится к брошям механическим да да дорогие друзья и такое бывает имеется маркировка компания Варнер только могу сказать что открыл эту компанию и у Джозеф Варнер в 1953 году и закрылась компания в 1971 году и вовсе броши являются уже винтажными и коллекционными и очень пользуются спросом у коллекционеров эту брошь мы нашли на удивление на развале возможно она там получила повреждения и видите весь интерес в том что видите здесь надо отверткой откручивать и роза распустится это как бы день закручиваем и роза ложится так скажем спать она закрывается мы думали это просто так она идет это брошь а на самом деле брошь механическая она открывается распускается и закрывается к сожалению она у нас закрылась лучше бы она была открыта наверное было бы интересней но в таком виде она тоже прекрасна и даже мы не знали дорогие друзья начали изучать эту компанию что оказывается есть броши механические и я вам скажу что такая брошь да бывает целой серии и она довольно таки дорогая эта брошь видите вот так должны листочки раскрыться раскрыться но видите был пошел на искус был удар по всей видимости в нее ну так вот ничего страшного в таком виде она тоже прекрасна великолепная брошь от компании warner дорогие друзья только что попытался пальцами вытянуть эти лепестки и у меня получилось раскрытие немножко видите какая красивейшая роза внутри теперь у нас даже она пусть будет в раскрытом состоянии великолепная работа посмотрите дорогие друзья какая роскошная брошь вся усыпана жемчужинками основа имеет золотой тон и и кристалликами и кристалликами обратная сторона вы посмотрите вся блестит и сверкает имеется клеймо майорика я немножко хочу сказать про то что майорика компания это испанская компания и производить свои броши на острове майорка там же они по моему выращивают эти у них органический жемчуг я так понял они его сами выращивают делают практически как природный он них они это дело свое запатентовали прославились этим на весь мир да дорогие друзья основана компания аж в тысяча восемьсот девяностом году и закрылась в двух тысяч на четырнадцатом году и конечно я не берусь сказать какого года это брошь но состояние просто великолепное у нее прелестная брошь майорика сейчас дорогие друзья хочу вам показать брошь листочек так я понял да вы посмотрите имеет серебряный тон весь он усыпан такими шариками такого цвета не пойму даже то ли нежно-синего синего синего цвета и кристаллики вы посмотрите какая нежная красивая брошь она небольшая обратная сторона имеет серебряный тон и имеется клеймо по-моему компания синер а по-моему компания синер в 1892 производила украшение высочайшего класса в 1892 году но когда началась великая депрессия это в США была и компания основана они начали после депрессии чтобы остаться на плаву так скажем они пришлось им делать брошь немножко ниже класса но после 30-х годов прошлого века они тоже начали выпускать свою продукцию уже более дорогую и кстати маркировки они не ставили а начали ставить маркировку после 1945 года что примечательно компания существует по сей день и уже в пятом поколении я по правде сказать не знаю какой-то год ну раз есть клеймо но дело в том что компания по сей день существует прекрасно да еще хочу сказать что от компании синер броши ну и украшения очень дорогостоящие популярны прелестный цветочек листочек простите от компании синер на этом дорогие друзья наш обзор подошел концу я хочу вас поблагодарить за просмотр за поставленные лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал и до новых встреч